И к другим темам. Дворец культуры имени Курчатова накануне принимал гостей самых разных национальностей. В Волгодонске прошел традиционный фестиваль народов Дона. Участие в нем в этом году приняли 14 учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. С конкурсантами познакомилась Дина Горбачева. В фаеи Дворца культуры имени Курчатова витают аппетитные запахи различных национальных блюд. Участники ежегодного фестиваля народов Дона различными кулинарными изысками встречают гостей и удивляют судей. Здесь развернулось, что называется, кухня без границ. И, кстати, попробовать на вкус явства, приготовленные руками волгодонских студентов, мог любой желающий. Фестиваль народов Дона в Волгодонске стал уже традиционным. С каждым годом количество участвующих в нем неуклонно растет. В этом году участникам фестиваля предстояло проявить не только свои кулинарные таланты, но и продемонстрировать национальные костюмы, а также представить на суд зрителя творческий номер, отражающий культуру, традиции и обряды своего народа. Пусть у каждого будет в доме такой хлебосольный стол, который мы видели у каждой национальности. Пусть звучат песни и пляски. Пусть живет наша страна в мире, в согласии, в дружбе. С праздником, дорогие! Выступая, студенты не стремились к триумфу, ведь конкурс по недавней традиции проводится в новом формате, без победителей. Это, по мнению организаторов, позволит избежать соперничества и наполнить мероприятие духом единства. Ведь приурочили фестиваль народов Дона к Дню единства российских народов. Фестиваль народов Дона – это традиционное мероприятие, которое посвящаем мы Дню народного единства. В этом году, буквально два дня назад, был организован марш народного единства, и участники фестиваля в том числе принимали участие в нем. Я думаю, что сегодня за несколько часов мы сможем погрузиться в волшебный мир традиций, волшебный мир культуры и родного языка. Вместе с традиционными участниками фестиваля в этом году на сцену поднялись и дебютанты. Впервые на сцене ДК Курчатова вместе со студентами оказались и учащиеся в общеобразовательных учреждениях. Юридическая гимназия, лицей номер 16 и 18 школа. Какую народность выбрать, ребята решали сами. К слову, Россию здесь представили аж четыре раза. Ну вот, к примеру, гимназия юридическая выбрала к представлению культуру Украины. Здесь мы участвуем впервые. Мы представляем Украину. У нас есть стол с национальными украинскими блюдами. И будем танцевать гопак и песню петь. К слову, и сами участники фестиваля, и его организаторы уверены, подобные мероприятия способны научить терпимости и толерантности. Кроме того, фестиваль народов Дона – еще и своеобразный экскурс по истории, традициям и обычаям того или иного народа. Впрочем, если победители фестиваля решили не выбирать, то вот лучшую группу поддержки все-таки определили. Приз зрительских симпатий за самые громкие аплодисменты получили студенты филиала Южного федерального университета. По итогам мероприятия все участники получили памятные подарки и дипломы лауреатов. Дина Горбачева, Иван Иванков. Новости ВТВ.